Приветствую вас в шестом обучающем сценарии, посвященном подводным лодкам. Брифинг. В этом сценарии вы будете командовать французской атомной подводной лодкой ССН. Используя всплывающие сообщения, вы будете ориентированы на следующие темы. Дифференциация подводных контактов, маскировка сонара, спринт-дрифт-операции, кавитация. Ваша миссия уничтожит ливийскую дитер-электрическую подводную лодку, скрывающуюся среди гражданского рыболовного флота. До сих пор мы охотились за целями без необходимого тщательного анализа обнаруженных контактов для определения принадлежности. Во многих сценариях дизайнеры добавляют биологические контакты, рыбы, киты и так далее, и гражданские корабли. Это усложняет операцию с подводными лодками и против подводных лодок, поскольку необходимо не только расследовать, идентифицировать ложные контакты, но также шум от этих контактов может быть использован для сокрытия подводных лодок противника. Сонар лучше всего работает, когда подводная лодка движется медленно, так как меньше шума от воды, проносящейся по корпусу, а двигатели и силовая установка подводной лодки сдают меньше шума, который может заглушить другие контакты. Обратной стороной этого является то, что движение с низкой скоростью, что совершенно очевидно, означает, что вы не можете быстро достигнуть точки назначения. Метод Sprint и Drift – это компромисс. При включенных Sprint и Drift ваш юнит будет автоматически двигаться вперед с максимальной возможной скоростью, ланг, если функция Avoid Cavitation отключена, или чуть ниже скорости кавитации, если включена функция Avoid Cavitation, а затем периодически замедляться до скорости Creep. Продолжительность времени, проведенного на каждой скорости, будет определяться вашей желаемой средней скоростью. Эта скорость устанавливается путем перетаскивания ползунка или ввода числа в окне настроек скорости и глубины. Когда грибной винт подводной лодки вращается быстро, в воде, окружающей лопасти грибного винта, образуются области низкого давления. Это понижение давления вызывает вскипание воды без нагрева и образование пузырьков пара. Это и называется кавитацией. Образование этих пузырьков зависит от скорости грибного винта и давления воды в окружающей среде. По мере увеличения глубины увеличивается и давление воды. По этой причине, чтобы избежать кавитации на определенной скорости, решение состоит в том, чтобы нырнуть поглубже. Если это невозможно, то необходимо снизить скорость, чтобы кавитация прекратилась. Кавитация – это явный признак присутствия подводной лодки, которую можно услышать с больших расстояний. Большинство командиров подводных лодок разрешают своей подводной лодке достигать кавитации только в чрезвычайных ситуациях. Чтобы ваша команда автоматически снижала скорость для предотвращения кавитации, установите флажок «Избегать кавитации» в окне настроек скорости и высоты. Кнопочка F2. К югу от вас рыбацкий флот занимается своими делами, ищет и ловит косяки рыбы. Среди рыболовного флота прячется ливийская дизель-электрическая подводная лодка класса «Фокстрот». Найдем эту подводную лодку, поэтому мы собираемся использовать опцию «Спринт-дрифт» в окне настроек скорости и глубины. Кнопка F2. Постройте южный курс F3 и откройте окно настроек скорости и глубины F2. Установите флажки «Спринт-дрифт» и «Авоид кавитейшн». Убедитесь, что для вашей подводной лодки задана глубина чуть выше слоя, а для желаемой средней скорости установлены значения 12 узлов. Скорость времени сразу включаем самую большую. Контакт. Мы обнаружили контакт подводного сонара. На данный момент он классифицирован как «Гоблин». Это позывное, используемое для обозначения неизвестного подводного контакта. По мере поддержания связи с сонаром мы получим дополнительную информацию о контакте. Если контакт достаточно сильный, мы можем классифицировать его, определить курс и скорость и даже получить точную информацию о классификации этого судна. Сближайтесь с контактом, пока он не будет классифицирован. Как только мы обнаружили контакт, можно с ним сблизиться. Во время сближения советую все-таки выключать настройку спринт-эндрифт и ставить скорость крип. Мы классифицировали контакт как биологический. Это универсальное обозначение для рыб, китов и других морских обитателей. Как мы обсуждали ранее, биологические контакты мешают подводным и противолодочным операциям не только потому, что они должны быть исследованы и установлены, прежде чем мы можем расслабиться и прогнарировать их, но также из-за шума. Лун, создаваемый этими контактами, мешает обнаружению и может полностью заглушить шум, исходящий от подводных лодок или надводных кораблей на одном и том же пеленге. Эффекты этой маскировки сонара зависят от громкости ложного контакта, громкости интересующего контакта и возможности обнаруживающего сонара. Чем громче ложный контакт, чем тише интересующий контакт и чем старее и хуже обнаруживающая сонарная установка, тем эффективнее будет маскировка сонара. Маскировка сонара зависит от пеленга, поэтому две подводные лодки с шумным торговцем между ними, вероятно, не смогут услышать друг друга. С другой стороны, если подводная лодка А находится между торговцем и подводной лодкой Б, то возможно, что подводная лодка А сможет обнаружить подводную лодку Б, в то время как подводная лодка Б не сможет обнаружить подводную лодку А из-за маскировки сонара. Это связано с тем, что пеленг от подводной лодки Б к подводной лодке А точно такой же, как пеленг от подводной лодки Б к торговцу, В то время как пеленг от подводной лодки А к подводной лодке Б составляет 180 градусов от пеленга подводной лодки А к торговцу. Продолжайте движение на юг, устанавливая контакты по мере необходимости, чтобы идентифицировать их. Ну все, мы обнаружили, что это у нас биологический контакт. Пока что непонятно, рыбы или киты, это уже не важно. Продолжаем двигаться на юг. Скорость снова включим в спринт-энд-дрифт со средней скоростью в 12 узлов. Вот мы видим, что лодка сама чередует интервалы, когда включается скорость максимальная, когда включается скорость крип. Обнаружили еще один контакт. Снова прокладываем курс к нему. Меняем скорость на крип. Все, мы обнаружили, что это у нас гражданское судно, Civilian. Нам надо неинтересно. Мы можем его пометить как нейтральное. Мы обнаружили еще один контакт. Нам нужно его тоже исследовать. Мы обнаружили подводный контакт по характеристикам, напоминающие дизель-электрическую подводную лодку. Подводная лодка работает на глубине перископа и работает на своих дизельных двигателях. Появляется очень громким процессом и обычно приводит к обнаружению с очень большого расстояния. Обратите внимание, что при всей внешней активности, происходящей вокруг субмарины, весьма вероятно, что вы не обнаружите ее, пока она не будет в пределах 10 морских миль. Замедлите скорость, выключите спринт-дрифт и приблизьтесь к контакту с подводной лодкой, чтобы идентифицировать его с помощью пассивного сонара. Так как мы теперь знаем, что это точно какая-то субмарина, скорее всего вражеская субмарина, скорость у нас уже стоит крип, мы знаем ее курс, поэтому нам можно свой курс проложить немножечко вот так вот на перехват и продолжать сближаться с ней. Мы положительно определили нашу подводную лодку как ливийскую дизель-электрическую подводную лодку класса Фокстрот. Сблизьтесь с ней, вступите в бой и уничтожьте ее, чтобы завершить этот урок. Обратите внимание, что ваш Роя, Рутс оф Энгейджмент, установлен на Тайт для подводных контактов. Подводные лодки противника в пределах досягаемости торпед всегда считаются угрозой и при настройках по умолчанию ваш экипаж будет автоматически стрелять залпом торпед, когда они окажутся в зоне досягаемости. Если хотите вручную выбрать, когда стрелять, то выставите Weapons Hold в настройках доктрины. Проверим настройки доктрины. Да, все верно. Rules of Engagement для Viapen Control Status Subservice. То есть вот это оружие, которое запускается по подводным целям. У нас стоит Тайт. Стрельба по вражеским контактам автоматическая. У лодки, которую мы должны уничтожить, Урс 359. Ну, практически на самый север она идет. Скорость 5 узлов. Мы тоже будем двигаться со скоростью 5 узлов. Давайте проложим у нас курс так, чтобы пересеклись курсы примерно. Вот мы этой точке... До этой точки нам 5,91 в морской миле. А в вражеской субмарине 5,48. Значит, вот так проложим. Так как у нас скорость одинаковая, то просто как бы... Согласно геометрии мы должны... Если мы помножим нашу скорость на расстояние... Если будет у нас расстояние одинаковое, и скорость одинаковая, то в эту точку две лодки придут одновременно. Так, 6,03. А этой лодки здесь 5,86. 6,05. 6,27. Ну, сверхточность нам не нужна. В принципе, этого должно хватить. Все, курс мы выставили. Запускаем время и продолжаем сближение. Это еще какие-то контакты. У нас они сейчас не интересуют. Мы уже нашли свою цель. Вот как только вражеская подводная лодка оказалась в зоне действия, в зоне практического радиуса запуска наших торпед, наша подводная лодка, ее экипаж автоматически запустил торпеды. Ну, все согласно доктрине. Причем с запуска идет сразу двух торпед. Почему двух, объясню чуть попозже. Контакт мы потеряли. Это произошло из-за того, что шум торпед, который мы запустили, заглушает сигналы от вражеской субмарины. Вот, теперь мы можем видеть вражескую субмарину. Она, скорее всего, сейчас будет увеличивать скорость, чтобы попытаться уйти от наших торпед. Скорость торпед 40 узлов. Скорость этой лодки. Посмотрим, до какой скорости она сможет разогнаться, но вряд ли больше 30 узлов. Учитывая, что это старая подводная лодка, вот у нее, видите, максимальная скорость 16 узлов. С такой скоростью она, конечно, от торпед не уйдет. Но осталось только дождаться, пока наши торпеды поразят лодку. Поздравляем! Вы успешно использовали метод сприндрифт и сбежали кавитации, чтобы найти подводную лодку, скрывающуюся среди шумного надводного и подводного движения. Отличная работа! Давайте посмотрим по процентам попадания. Объясню, почему запускаются сразу две торпеды. Вот видите, у нас идет торпеда F17. По расчетам игры у нее процент попадания 75%. То есть это 25% на промах. Достаточно большой процент промаха. То есть мы не можем рисковать, потому что вражеская субмарина, если по ней промахнется одна наша торпеда, она может запустить по нам свои торпеды в ответ. Поэтому по умолчанию идет запуск сразу двух торпед. Кто учил теорию вероятности, при запуске двух торпед, чтобы узнать, какой будет итоговый процент вероятности попадания хотя бы одной торпедой, мы должны перемножить проценты вероятности непопадания. То есть мы перемножаем 0.25 на 0.25, получаем порядка 6 с чем-то процентов. Соответственно, 100 минус 6 с небольшим у нас получается 93 с чем-то процента попадания хотя бы одной торпедой из двух. То есть 93 это существенно больше, чем 75, поэтому идет запуск сразу двух торпед. Если вы хотите свою вероятность попадания еще сильнее увеличить, то можете запускать, выставить в настройках сразу три торпеда. Ну, в принципе, я уже показывал, где это делается. Вот у нас настройки для торпед. Здесь различные виды целей. И здесь вот в этих колонках у нас выставляется количество торпед. В принципе, одновременное количество торпед, которые можно запустить, ограничивается только числом наших пусковых торпедных аппаратов. Вот на этой лодке, S605, французской лодке, можно посмотреть, у нее 4 торпедных аппарата. Если бы мы запустили 4 торпеды, то у нас получается, нам нужно перемножить 0,25 четыре раза. У нас процент, вероятность попадания была бы уже 99,6%. Все, на этом сценарий закончен. Понравилось это видео? Было интересным и полезным? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Всем спасибо за просмотр и пока!